Дорогие ученики, сегодня у нас второй урок, посвященный Африке и посвященный племенам Нилотам. Как я уже говорила, это группа племен, которые располагаются, живут вдоль верховьев Нила, и это максимально связано с египетской культурой. Это люди, которые так или иначе от египта впитали что-то, а может, египет что-то от них. Но они подразделяются, конечно, больше всего генетически, потому что это совершенно другие люди. На прошлом занятии мы познакомились с племенем Динка из Южного Судана. Это одни из самых высоких, одни из самых темных людей. Средний рост 185 см. Я показывала фотографию человека, который рос в 231 см. Ну так просто. Почему мы взялись за них сразу? Потому что на них очень легко отрабатывать фигуру в движении. И, кстати, рисовать модели. Потому что у них очень растянутые пропорции. Вот те пропорции человека, которые мы проходили. Они подходят для европейцев, но они совершенно не подходят для Нилотов. У Нилотов все пропорции вытянуты в полтора раза. Вот такая вот интересная цифра такая. То есть голова размером остается такой же, а руки, ноги и тело более длинно вытянутые. Причем и у женщин тоже рост. Ну, средний рост где-то порядка 175 см. Бывают девушки, у которых и 195 см. По 2 метра рост. Все очень стройные и худенькие. По поводу племени Динка еще я сказала, что в данный момент Южный и Северный Судан отделились друг от друга. Я говорила, что около 30 лет война. Я на самом деле чуть преуменьшила, потому что было две войны. Одна длилась 17 лет, вторая длилась 22 года. И вот новая война началась сейчас. Из-за чего? Из-за того, что разделили на Северный и Южный Судан. Но этнически в Южном Судане продолжают жить люди из племени Нуэ, а в Северном еще остаются части из племени Динка. И вот сейчас происходит миграция, чтобы разделиться. Примерно как было, когда отделили Пакистан от Индии. Что, например, Ганди считала очень неправильным шагом. И просто вот на секундочку о предыстории всех этих войн. Знаете, когда я начала изучать, я подумала, наверное, они все всю жизнь там за пастбище сражаются. Потому что племена скотоводческие и живут таким образом, что когда сезон дождей, они выращивают быстро растущие разные культуры, овощи. И когда собирают урожай, то продвигаются вместе со своими стадами вдоль русских рек, пока есть трава, чем коррится кровь. И естественно, при таком образе жизни нужны большие достаточно территории, и нужно иметь возможность свободно по ним передвигаться. И так было испокон веков. До середины XIX века, когда туда явились отмечания и оккупировали суда. Во время этой оккупации также были нарушены религиозные традиции, были привнесены христианство. И целая большая зона на севере была, можно сказать, продана мусульманам. И там было привнесено насильственным способом, очень жестоким не будем останавливаться, мусульманство. И во время вот этой оккупации британской племя Нуэр поддерживало британцев. Племя Динка не поддерживали британцев и не принимали вот эти все нововведения, сохраняли свою культуру. И после вот этого вмешательства война практически никогда не останавливается. Вот сегодня я вас хочу познакомить с племенем Нуэр, которое по образу жизни отличается очень мало. Но так как они более тесно общались с цивилизованным народом, таким как британцы, и мы, в общем-то, впитали их культуру, то, ну, когда мы будем сейчас смотреть фотографии, то мы увидим, что они более цивилизованные. То есть вот они, так, сейчас начнем вот с этой фотографии. Вот, то есть у них они носят одежду, в основном принесенную мусульманской культуры, такую простую, конечно. Вот, и жилища у них более постоянное. Естественно, все они носят на голове, потому что часто бывает такое, что сезон дождей все забило, нужно переезжать, потом сейчас он засуху, наоборот, все высыхло. Просто это мы используем в композиции потом. Вот это шрамирование традиционное для народа Нуэр, которое сейчас запрещено вообще в Судане, но именно Нуэр продолжает это делать. Это в лагере для беженцев, вот так вот устраиваются с детишками мамы. Просто вот такое легкое знакомство, скажем, со страной. Вот, и хижины племени Динка вообще такие, просто они устанавливают несколько шестов и оборачивают их соломой. У племени Нуэр жилища более стационарные, скажем так, более надежные. Они делают кирпич из глиня и солома. И вот основу из жилетей выстроена по кругу, они племениют печу, обмазывают глиной. И крыша тоже у них делается из нескольких слоев, как правило, кукурузового листа или бананового листа, или какой-то соломы, водных растений. Они едят рыбу, в отличие от Динка. И они постоянно едят мясо. Я говорила, Динка своих коров не убивает. Только в ритуальных целях очень редко. Нуэр же постоянно используют мясо в пищу, просто тоже определенного возраста животных отбирают. Но это постоянно в их рационах. Это, в общем, технология, как они делают кирпич. Они готовятся строить домики. И здесь заливается сначала фундамент глинистый, потом туда вкапываются шестые, и вот на основе вот этого маленького основания будет построена такая небольшая хижина. Подростки часто, каждый делает для себя свой домик. Вот, допустим, вот территория, которую деревня выбрала, и вот они там будут строить домики, бывает такое. Вот здесь вот здесь. Дети помогают. Вот эта девочка тоже из Тренин-МР, и у нее вот на лице шамированная традиция, слава богу, что не очень так ужасно. Вот это вот традиционные полоски, которые они, несмотря на то, что запрещено, даже сами себе продолжают делать. Это такой вот отличительный знак племени Нуэр от племени Динга, который рисуют здесь треугольники, три треугольника, чтобы издалека видеть, кто идет. И надо сказать, что по воинственности племя Нуэр, конечно, превосходит Провединка, потому что они впитали британские технологии, у них гораздо больше оружия, и гораздо лучше они организованы, в общем, захватывают регулярно там. Сейчас, вот в данный момент, почему я эту тему вообще затронула? Я знаю, что вас не надо воспитывать, вы и так все добрые, и просто я хочу, чтобы мы с вами создали такую картину, где мы эти два племени все едины. Это такое энергетическое действие, которое будет направлено на то, чтобы их помирить после двухсот практически лет с перерывами войны. А как мы это сделаем? Мы найдем то, что в них схоже. А схожи у них и образ жизни, и легенды. Разница вот только в том, что они на лбу нарисовали. Ну и в том, что Нуэр считает себя более цивилизованными, а этих, ну такими, как бы дикими немножко. Но в принципе, эти все разногласия могут быть решены тем, что дети и тех, и других людей нуждаются в стабильности, нуждаются в обучении и замечательной жизни. Поэтому вот когда мы сегодня будем рисовать эту композицию, я хочу вот на эти мысли как-то вас настроить и создать что-то гармоничное вокруг вот этого разрываемого военного государства. И сейчас вот просто ситуация достигла такой степени, что ну как бы уже хотят приравнивать к геноциду. Просто такой уровень жертв. Поэтому я хочу запустить туда немножко нашей доброты, нашего миролюбия. И это нам со стороны сделать гораздо проще, чем им, потому что они вовлечены. А мы вроде со стороны смотрим, но мы можем это сделать. И я думаю, что вот сейчас я буду объяснять, как мы можем эту композицию. И у нас что-то получится из этого. Замечательно. Ну вот я еще дальше просто полистаю. Лица. Ну вот это такое мусульманское государственное поселение. Но все равно танцуют ворота. Одно, то что, конечно, как это будет. Вот это вот ребенок. Вот такие черты лица просто у маленьких детей очень выразительные. Вот таким вот трудом они занимаются. В общем-то, бывают глину для всех построек. Но также они или продают, грузят на тачечке, и все, даже начиная с маленьких детей, могут везти на рынок, продавать глину для построек. Потому что они здесь, видите? Вот так они делают кирпичики. Вот они высыхают. Вот устали, сидят, отдыхают. Просто мне понравились одни одежды. Вот это мусульманская школа для детей племени Мюнер. Они изучают арабский язык. Вот. Счастливые лица. Дети играют в футбол. Тоже выдается минута спокойная и нет никаких военных конфликтов. Футбол это самая их любимая игра. Сразу образовывается поле, и начинается футбол. Видите одновременно несколько команд играет. Ну, тут мы видим тоже со шраммированием просто лицо. Хотела обратить ваше внимание на пропорции лица. И на то, что шраммирование еще делалось, такой был стиль, так, гепард. Пятна или вот такие полоски на лице. Вот тут вот люди пришли все голосовать во время последних выборов. Стоять, что тут. Такое полосили фотографии. Ну, тоже просто, чтобы лица. Уже почти все. Вот это вот жизнь города. Видите, мусульманской культуры очень большое влияние мы видим и в одежде, прежде всего. Вот так выглядит сверху. Посмотрите, если поселение. Видите, как организованы домики, да? Вот эти хижины отдельно, это хижины одиноких людей. А вот эти домики, которые в такой квадратной ограде, это семейные люди. Ну, то есть вот у отца семейство, свой домик, и там он принимает гостей, которые к ним приходят. Когда он женится, жена строит для себя отдельную хижину. И потом каждый ребенок, который достигает возраста с 7 лет, ему тоже строится отдельная маленькая комната. В конце концов, получается, видите, такое имение. И когда, видите, сейчас все зелененькое, то есть дожди недавно были, и что-то еще есть, что можно вырастить и так далее. Когда сезон дождей начинается в мае, когда он заканчивается в сентябре, в октябре, и постепенно это все высыхает, просто они бросают вот такие вот основания или то, что осталось, и пусть переходят на другое место. Конечно, будут проблемы с территорией, если бы так все было и дело. Ну, вот эта традиция. Кто-то ребенок занимается тем, что разбивает большие камни на щебень, потом носит на рынок, подает. Это у них тоже такой обычный детский труд. Можно везде встретить детей, которые тащат щебень на себе. 10 килограмм может весить и больше. А кто у них там это покупает? Ну, используется для строительства дорог и укреплений. Всяких дамб и так далее. Ну, он же много щебня. Ну, вот да. Ну, вот он чуть-чуть набирает и все. Промышленный может там дамб. Ну, в общем, вот так вот. Есть вот такой способ заработка. Есть еще способ заработка носить воду в канистрах от источника. А еще вот интересно, то что в северной части, где раньше жили любительцы, практически эта нация сейчас не сохранилась. То есть она смешалась очень сильно с разными другими народами и с арабскими племенами, которые там проходили. Но, тем не менее, вот многие из этих пирамид по древности своей, они видят вот эти памятники на переднем плане, это мусульманские захоронения. А вот которые на заднем плане, они относятся к более древним временам, когда было государство Аксун, периодически оно соперничало там с Египтом. Вот. Ну, от него вот остались тоже какие-то пирамиды, захоронения, гробницы. Но их никто не изучает. Им не до этого просто сейчас, потому что, в итоге, с середины 19 века они природно воюют. Но ученые считают, что это следующая после Египта интересная для археологов точка, которую обязательно нужно будет со временем изучить. Вот. Ну, вообще похоже тоже на Египет, ландшафт и все остальное. Вот такое вот бывает окружение жителей города. Вот просто минимум всего, потому что... А телевизор? Да, телевизор, но табуреточки и кровати. Больше ничего не надо. А где кухня? Вот не знаю. Мы кухня, наверное, снаружи, потому что готовят на очаге, на костре. А где же туалет? Вот, наверное, тоже на улице. Вот такая фотография. Вот, видишь, пол земляной, стены глиняные. Простая кровать и самая красивая. А как они перемещаются? Они что, на кровать несут с телевизора? А когда переезжают, тут тоже будут такие фотографии. Они просто окружаются. И переезжают. Вот так вот. Слышишь? Видишь? Рано утром, на рассвете выходят, чтобы... А то есть они не оседлые, что ли? Они ведут оседлый образ жизни в период сезона дождей. Когда начинаются первые дожди, они высаживают там кукурузу, они сажают там пшеницу, еще какие-то разные овощи. И вот когда они собрали урожай, они сразу начинают идти за своими стадами. У них минимум хозяйственных каких-то вещей есть, предметов. Утвари, главное их сокровище, это скот. Если удинка в основном, это коровы, и они не любят разводить другие, всякие жилы, как Туэр. В принципе, разводят и лошадей, и ослов, и верблюдов, и коз. То есть, можно сказать, с точки зрения общей, они более цивилизованы. Вот такие вот у них модные прически. Это женский союз Южного Судана. Собирается навстречу. Это волосики так завязаны в косички. Косички такие, тверденькие. Ну, вот тоже современная южно-суданская девушка, которая не мусульманка, не христианка, придерживается традиций, но выглядит совсем не так, как в племени Динка, где уже совсем традиционная одежда. То есть, они уже это оставили в прошлом. Ну, вот в основном у пожилых людей и старше, скажем, 50 лет встречается такое шармирование серьезное. А это приводит? Это что? Ну, это фотография не очень приводит. Что там назад было? Что это было с человеками? Это насушенный наш ранг. Это такие дела. Вот эти вот прыщики сделаны специально. Мы от них избавиться хотим, а они делают специально себе. Такая традиция. Ну, ученые считают, что традиция возникла из-за того, чтобы не воровали женщин, не продавали в рабство. А потом постепенно просто мода такая получилась. Вот так считают. Ну, я не знаю. Может быть, это связано с тем, что таким образом они получают прививку. Сейчас там дальше будут фотографии. Модные. Дело в том, что эти шармы наносятся старейшиной, как правило, ритуальной колючкой или ритуальным ножом. И они никак не обрабатываются, кроме пепла, золы от сожженного из-под коров их особых, сокровенных коров навоза. То есть, это такой очень... Ну, антисептик, в принципе, там присутствует, но незначительный. Поэтому заживает это все очень долго. Я думаю, возможно, это их способ сделать детям прививку. Ну, то есть, мне кажется, что в этом есть какой-то резон определенный, потому что на самом деле они очень редко... У них очень мало и редко случаются эпидемии. Они никогда не болеют опухолевыми заболеваниями, проблемами... У них практически никогда не бывает проблем с сосудами. То есть, вот диета их и такой подвижный образ жизни, потому что, когда начинается сухой сезон, они идут непрерывно, останавливаются на ночь. Тоже, наверное, это влияет на здоровье. Ну, и плюс вот то, что от инфекционных заболеваний они защищены лучше, чем многие соседние племена. Возможно, вот с этим связана эта традиция. Ну, конечно, это жестокий проект. Не считаю. Ну, вот это вот перед свадьбой приводит коров на смотрение, потому что корова – это главное достояние. Обычно во время свадьбы жених передает семейству невесты 40 коров. Это средняя такая. Может быть, больше или меньше, но в среднем будет столько. И каждую корову осматривают. Хороша ли она, годится ли. Ну, там сколько-то веков, сколько-то коров, как договорятся. Ну, все, видите, все собралось в село и смотрят. Хороша ли коровы. Да. Ну, вот тоже пример шраммирования. Тоже уже немолодая дама. Ну, вот это вот люди сбегают в Египет из Северного Судана. Ведь истощенные уже. И это большая проблема, конечно. Потому что, как я уже говорила, чем культурнее там местные племена, тем хуже к ним относятся окружающие племена, которые соблюдают свою традицию. Они их не уважают и дискриминируют. И многим приходится бежать в Египет. В Египте там совсем другая жизнь и гораздо более высокий уровень социальной жизни. По сравнению с Южным Суданом, естественно. Поэтому многие бегут просто туда. Ну, это вот как они отдыхают во время миграции своих вместе со скотом. Они иногда даже хижины не строят. Они просто ночуют возле дымящихся костров из золы. Я уже говорила, что основное топливо это высушенные навозки. Как у индусов, в общем-то. То есть там есть деревья, но их не разрешается просто рубить так. То есть их берегу, потому что дерево это жизнь, вокруг него может быть целая оазис организован. Поэтому это самое крайнее, когда рубят деревья. И в основном поэтому и дома строятся без использования дерева. И часто для жердей используются, допустим, стебли банановых растений, еще каких-то таких, которые немноголетние, скажем. Тростники различные. Вот такое вот здание школы построили. Да. Посмотрите, какая школа. А не храм там? Да. Вот я хотела на этом остановиться тоже. Видите, крест здесь и здесь. Это церковь. А вот эта вторая часть, это школа. Как правило, у них вот это совмещено. Потому что, ну, христианским миссионерам, мусульманским миссионерам есть смысл что-то делать для населения, как-то их привлекать. Потому что больше никто не занимается никак развитием обучениями. То есть, вот я показывала, там мусульманская школа. Такие же есть христианства. Просто в селе школ вообще нет. Потому что ребенок, каждый мальчик в 10 лет получает автомат калашинка в подарок на день рождения и уходит в пираты. Или бандиты. Вот такая вот у них сейчас там жизнь. Вот это просто здесь снята конструкция такого вот более стационарного дома, который может быть как церковь, как школа или как какой-то такой родовой дом. Бывает некоторые строят даже на несколько человек. Но в самом деле все равно на одной. Или двоих хижин. Так побольше. Просто мы будем рисовать, может быть. Ну, вот этот вот кадр мне очень нравится, потому что это одни из самых нищих людей, но и у леопардовой шкуры носят. Которая вообще-то такая шкура стоит, наверное, долларов 500. Может и больше. Ну, там просто я читала статью, там было написано примерно вот так. То есть они могут голодать, но шкуры эти не продадут. Потому что это все имеет ритуальное значение. Естественно, животные забиваются крайне редко. Еще такое отношение к природе у них очень бережное. А платья им привозят. Значит, знаешь, что есть благотворительные всякие организации, христианские, мусульманские. Они собирают вещи, деньги в разных странах и привозят потом в Африку. В основном, вот то, что мы видим на этих фотографиях, это люди, которым оказана помощь в различных лагерях беженцев, либо при миссиях. Потому что те люди, которые живут где-то, и мы не знаем просто, что с ними, и их никто не фотографирует. Это как бы уже люди, о которых позаботились, можно сказать. Ну, дети вот в таких вот канистрах но все очень стройные. Обратите внимание, да? Вот в саму... Никто не согнулся. Вот, к сожалению, вот эта жуткая фотография, которая хотела показать, как это происходит шарирование. Вот как... Вот это кровь? Да, вот это... Полосочки нанесли, которые... Потом, которые заживают, такие остаются. Ну, вот это вот в лагерях беженцев такая ситуация. Все набито людьми. Вот, в частности, сейчас это в основном происходит из-за войны. Вот так вот они идут на войну, объявлять войну. Одеваются только в этом случае свой национальный костюм, нуэр. Вот. И идут в соседнюю деревню, для того, чтобы объявить войну. После этого они уже переодеваются в кавуфляж, берут автомат. Делят почему войны? Территорию делят, скот пытаются друг от друга отбивать. Ну, в основном территориальные у них. Территориальные войны. Ну, происходят они из-за того, что их искусственно поделивают. Ну, как Пакистан от Индии тоже. Многие люди, мусульмане, там живут, с семейной связью, и вообще. Да. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь они помилятся, потому что они очень друг на друга похожи. Ну, вот я вам в прошлый раз показывала флаги Динка, такие, желто-красно-зеленые. А это вот флаги народности МНР. Как видим, они, по-моему, с влиянием английского. Такие цвета, да? Ну, вообще. Сначала радовались, потому что разделились на южную бессерию. А вот это я рисую в Ботке. Домик, вот. Ну, такие вот тоже традиционные хижины. Но там внутри, получается, конструкция глиняная. А сверху они делают такую, как... Ну, не просто крышу, а еще закрывают и стены, и салон. Просто, чтобы было меньше жар. Для температурной изоляции. Да, ну и вот такие тоже бывают поселки. Это тоже поселение МНР. Может быть, не одна семья вот в таком круглом поселении, а может быть, две или три семьи, но связанные родственными связями. Такие вот тоже. Ну, видите, вокруг все зеленые. Это значит, что сезон дождей, они выращивают овощи. Тут какая-то вот... Что-то послажено. А потом, когда станет сухо, они заберут свои маленькие телевизоры и пойдут. А кровати тоже будут? Я думаю, в таких поселках, ну, у них нет кровати. Тут была городская женщина. Ну, вот еще я просто хотела обратить внимание, так сказать, на лицо, пропорции, цвет, чтобы мы могли как-то это использовать. В этом занятии мы изучали, как составлять композицию на основе растительной симметрии. И я говорила о том, что природная симметрия, она никогда не бывает такой абсолютно и полной, как симметрия, построенная человеком. То есть всегда есть сдвиг в какую-то сторону, который в природе предполагает рост, развитие, динамику. Но главное в этом занятии было, как элементы композиции распределить таким образом, чтобы они гармонизировали и уравновешены. Вот у нас с вами есть такой вот конфликт среди народа. Как мы можем своим творчеством им чуть-чуть помочь? Вот мы с вами начинали со спирали. Да, вот мы брали спираль. Там были растения, которые мы снимали, это не просто листики. И мы располагали элементы композиции по спирали. Здесь, если мы берем такие вот вещи, как этнография времени, вот как они живут, и что-то у них, вот как мы можем это в спираль вписать? Вроде как сложно и непонятно. Но на самом деле можно, допустим. Не нужно вот сейчас эту спираль пока так вот ярко рисовать. Только на месте можно. И на основе этой спирали мы делаем композицию, которая будет привлекать внимание. Почему? Потому что она, во-первых, вертикальная, всегда вертикальная привлекает внимание, а горизонтальная успокаивает, расслабляет. Если мы главный объект поместим в центр, допустим, пусть это будет лицо человека какой-то из этих национальностей. Мы сюда в центр помещаем лицо. Ну и там фигуру, что-то там они делают, это мы потом подумаем на это что. Тем не менее, здесь у нас будет лицо в центре. Чтобы привлечь к нему внимание и как бы подвести что-то такое хорошее и позитивное к этой личности, как бы сформулировать такой мысленный посыл, будет хорошую какую-то мысль, чтобы она по спирали двигалась сюда. То есть мы можем, главное же у них это существо, это корова-бульвалица, которая называется мама, ну еще ее амок называют так, ну как имя, но в принципе это мама тоже значит, корова у них это мама. Очень часто даются знаковые имена, я говорю, детям и коровам, которые родились примерно в одно время. То есть мы можем тут, как защитницу ее поставить, вот эту маму. У них такие красивые длинные рога, по спирали можно расположить, ну, эти рога, допустим. Получается, что он под защитой. Тут ушко, глазик. То есть композиция с одной стороны вертикальная, с другой стороны спиральная, потому что вот эти вот детали, они идут, закручиваются. Потом вот у нуэров, допустим, вот у них вот эти параллельные полоски, да, и они еще носят, ну, динго практически не носит головных уборов, то есть их бреются наголо практически всегда, оставляют там какие-то узоры выбритые на голове. Но нуэры носят иногда головные уборы, то есть это может быть платок завязанный, если у девушки мы видели, да, ну и вообще просто любые какие-то европейские головные уборы не носят. Ну, мне хочется просто, чтобы тут было свободное пространство, чтобы его высветлить, и вот темная кожа будет смотреться на светлом фоне, она будет выделяться и привлекать еще дополнительное внимание. Поэтому я здесь хочу сделать, чтобы он светлел. На дальнем плане сделать перспективу, пейзаж такой вот вдаль уходящей ровной степной местности, которая у них обычно там встречается, с какими-то там незначительными, может быть, деревьями, веткими там. Подальше, поближе. Можно вот хижины какие-то поставить, ну вот этой формы, да. Можно их поставить парочкой, задать тоже вот этот мирный момент. Вот. Ну, и в завершение, ну, тут еще по перспективе можно, если кто захочет, еще добавить что-то поля или какие-то растения, или вообще просто закрасться таким, знаете, вот когда молоденькая травка пробивается, ой, в сезоне дождей бывает. Ну, и сверху просто вот картина, которая может способствовать очищению пространства и созданию какой-то вот благотворной атмосферы. Здесь должно быть небо все чисто. Я даже не хочу никаких объектов добавлять, ни облаков, ничего. Просто чистое небо здесь сделать. И, ну, может быть, еще там перспективу чуть-чуть удалить, но вот чтобы просто вот здесь было чистое небо, как символ мира, и как символ того, что, конечно, мир будет когда-то и тут. Вот. Это один вариант. Такой. Скажем, где герои у нас нарисованы крупно, являются такими основными действующими лицами. Так. Ну, я вот так вот сделаю. Что еще можно сделать? Сейчас я повернусь так. Хоризонтально. Вот у Лены была идея очень хорошая, квадратная композиция, и тоже там деревья. Можно будет ее использовать. Можно будет и новое сделать. Вот. То есть, это я вам показала, как можно уравновесить, но, по-моему, странно, за счет того, что это вертикально, за счет того, что у нас тут укладывается спираль, из этого можно сделать прямо агитационный плакат. То есть, он будет вот таким образом действовать. Так. Ну, и еще. Вот мне очень нравится вот то, что дети участвуют в жизни, в жизни своей семьи, постоянно трудятся и помогают по мере своих возможностей, способностей и сил. То есть, часто дети доят коров, допустим, помогают с выпасом, со сбором растений. Ну, и дети все-таки, это те существа, которые не так еще загрязнены этим влиянием политики, которая составляет из-за два замечательных народа, постоянно ссорятся. Поэтому можно сделать композицию с детьми. Мы с вами тоже проходили диагональную композицию. Если провести диагональ так или так, и по ней устраивать элементы композиции, то это всегда будет означать рост и развитие. И когда зритель будет такую композицию смотреть, ну, будет такой легкий энергетический выпуск, позитивный, вот в сторону этого сюжета. Ну, мы не будем срисовывать, мы просто возьмем за основу диагональную композицию, то есть у нас лица будут расположены таким образом. Ну, чтобы не срисовывать, давайте их вернем просто в другую сторону. Вот, допустим, одно лицо, вот второе, побольше чуть-чуть можно, третье, можно тут еще парочку детишек нарисовать со смеющимися лицами. И как бы размещаем черты лица. Один может, допустим, прямо смотреть. Ну, мы поработаем индивидуально там над лицами тоже. Второй, допустим, может смотреть наверх. Поработать можно одновременно над способностью выражать различные, ну, мимику, разные выражения лиц рисовать. Третий, может быть, смотрит сюда. Видно всем хорошо? Такой какой-то между ними, пусть контакт происходит, какое-то общение, может быть, там. Ну, вот, просто идея того, что выражение лиц и глаз создают композицию, какое-то общение друг с другом. Какое-то мирное такое общение. Пусть вверх смотрит, чтобы мы разные могли лица отработать. Ну, не нужно прямо вот так детально прорисовывать. Просто вот, допустим, несколько лиц и фигуры тоже и лица, они как бы могут создавать такое, знаете, как движение, как бы взаимодействие друг с другом в таком мирном, каком-то дружелюбном ключе. То есть, просто какое-то совместное действие, да, допустим. Вот это детишки, которые там выпасают свое старое. Вот один, допустим, идет, обернулся, там, в руке что-то держит. Ну, как я говорила, они никогда не используют кнутов, и у них вообще полное взаимопонимание. То есть, продолжаем вот эту диагональ так же и тем, что у нас происходит с туловищем, скажем так. Может показывают, что-то там. Эй, ну ту корову забыли. Ну, то есть такое, что-то какую-то динамику создаем двигательную. Так, все схематично и условно. Вот. Ну, мы уже с вами фигуру с движением много изучали, поэтому придумать самые различные движения мы сможем. И вообще сделать что-то такое динамичное. Это просто как пример. Ну, и, опять-таки, дальний план, если мы делаем, подчиняем далее диагональную композицию. Допустим, просто какие-то детали, ландшафты. Ну, ландшафты, у них там есть тоже горы, но не везде. В основном ландшафт такой достаточно мягкий. Но все равно не идеально ровно, с каким-то переменем. Можно сделать такую даль, далеко-далеко видно. Тут вот, ребята такие. Это пример диагональной композиции с лицей. Сейчас я покажу вам, как можно на основе формы тела быка тоже сделать такую уменьшенную красивую композицию. Вот, берем для начала... Я хочу, чтобы вся корова поместилась вместе с ножками. Поэтому я сначала ограничиваю пространство карандашом, в которое я должна эту корову поместить красиво. Потом я такими простыми формами, мы с вами изучали, знаете, как рисовать животное, мы разбиваем сложную форму на простую. И помещаю в этот прямоугольник, чтобы у нас все, что нужно, поместилось. Чтобы нужны были пропорции. То есть намечаем простыми такими, буквально вот так, такими простыми, упрощенными линиями. Вот так вот, что-то ноги. И вот когда мы так уже примерно разместили, когда мы уже прорисовываем чуть-чуть большее количество деталей. Но это у нас основа, это не самая вся суть композиции. Так, управляем детали, пропорции. Правильную форму тела. Ну, опять же, не нужно прямо лучше стараться, так все прорисовалось. Быстренько рисуем. Ну вот, ноги все-таки чуть-чуть не поместились. И немножко посмотрю с этой стороны. Вот коровы, которые оба этих племени очень уважают. почитают за маму и так далее. Она пришла с неба вместе с их великим дождем. И мы можем использовать ее поэтому для направления примирения, для направления мирных мыслей. Для этого что мы можем сделать? Мы можем эту корову просто, что называется, разрисовать. Вот, взять ее исключительно только форму и просто разрисовать ее орнаментами. И, кстати, урок по орнаментам тоже можно будет провести, если что. Разрисовать ее орнаментами, которые приняты для обоих этих племен. Таким образом мы возьмем эти символы этих двух враждующих племен и соединим в чем-то, что оба эти племени очень уважают. Ну, у Динго там вот эти полосочки такие. И крестообразные формы вообще и в орнаментах тоже у Нуэра. Можно сделать какие-то квадратики. Ну, то есть, вот просто представьте, что это такой вот объект, который мы можем написать. И вставляем сюда тоже эти углы, которые являются символом племени Ниндзинка. А между ними полосочки, которые являются символом племени Ниндзинка. Вот у нас получается такая коровка, которая объединяет обоих. Ну, и тут тоже, ну, я говорю, можно разные. Вот еще вот очень часто встречается у них на одежде вот такая деталь орнамента. Колесико такое, с такими квадратненькими зубчиками. В принципе, этот элемент орнамента называется у них Солнце. Но я тут вижу еще и отсылку к индийской калачакре тоже, потому что лучей обычно бывает 8. То есть калачакра мы изучали, когда индийскую культуру, такое понятие, которое объединяет в себе круг времени, историю и жизненный путь людей, жизненный путь стран. Допустим, можно такие знаки разместить где-то на лбу у коровы и так далее. И рога тоже разрисуем. Такой вот африканский... Я сейчас просто еще красками тоже покажу. Ну, а вокруг, для того, чтобы, опять-таки, уравновесить то, что у нас есть, мы тоже можем какие-то орнаменты. То есть в данном случае эта композиция у нас будет, ну, вообще нереалистичная. То есть совсем. Она будет у нас такая символичная, орнаментальная. Сюда вот тоже какие-то элементы орнаментов вставляем. Сейчас я красками покажу, то, что это нужно. Семь успеем. Здесь еще что-то. И на дальнем плане можно даже и, ну, если будет желание, вот их хижинки нарисовать. Тоже превратить их в такие символические элементы. То есть вот хижина народности Дима. А здесь вот почти такая же, но и с салона. Хижина народности Дима. И вот так это можно чередовать, как орнамент. Раз. Раз. Ну, и таким образом. Вот. Ой. Ну, и тут можно просто сделать фон. Допустим, для обоих племен зеленый цвет. Это важный цвет, который используется часто в орнаментах и в условных обозначениях, на гербах различных семейных кланов. Потому что с зеленым цветом связан персонаж этот, Дингедит, который великий дождь, и сезон дождей, и, в общем-то, все, что у них развитие и рост, все связано с зеленым цветом. Поэтому все это будет красиво, если на зеленом цвете такая корова, в которой есть красная, синяя, что-то. И вот это будет, мне кажется, очень интересно. Композиция вполне в африканском стиле. Я хочу вам показать на основе креста, как сделать композицию. Тоже мы проходили, когда симметрию растений, и я говорила, что крестообразная композиция является особенной в плане того, что воздействует на зрителя таким образом, что он запоминает лучше то, что изображено на крестообразной композиции. Просто так устроено сознание человека. Ну, вообще, на какой бы тут ни было гармонично расположенной композиции, сознание будет задерживаться больше, и памяти больше останется. Ну, вот, мы смотрели, что некоторые растения... Таким образом... Я вот сюда два уже сейчас покажу, что свежий был. Как бы крестик, да, такой, но состоящий из двух восьмерок, можно сказать. И дальше разрастаются листики, допустим, или какие-то чешуйки. Вот таким образом, постепенно. Больше, больше, больше. Вот такая схема крестообразная. Вот, если мы помещаем главного героя в центр композиции, которая будет своими элементами как-то где-то напоминать крестообразную структуру, то эта композиция тоже заполнится. Допустим, вот, возьмём за основу образ девушки, которая несёт на голове воду. Устроим, как бы, у нас появится. В центре у нас будет некий сосуд, в котором будет вода. А здесь мы должны поместить всю такую стройную высокую фигурку. Поэтому он не может быть очень большой. И как мы обычно движение, фигуру в движении строим при помощи человечка проволочного, не забываем, что вот суставы, которые нам нужно будет изгибать, мы должны показать, чтобы можно точкой какой-то найти, да? Бёдра тоже отмечаем, так же, как и плечи, чтобы правильно построить положение ног во время ходьбы. Вот. И одна рука у нас здесь, соответственно, будет идти наверх. Сложенная часть уже скоро закончится у нас. Это, смотри, это почти я тебе показываю, как рисовать модель. Видишь? Вот. Вот такой вот смешной вроде скелетик, да? И одеваю в него мышцами и телом. Здесь вообще всё очень просто, потому что такие у них длинные прямые платья. Но будет видно, что эта нога впереди, тоже за счёт складок одежды. А эта нога будет сзади. Давайте делаем ручка. И вот. Видите? Очень всё просто. Ничего сложного. Ну, лицо... Мне этот маркером сейчас не удастся так красиво сделать, но красками обязательно... Вот. И как бы уже получается вертикальная, крестообразная композиция, которая привлекает внимание. Если мы добавляем что-то ещё, а особенно какую-то перспективу, которая будет вот в этой плоскости лежать, видите, да? Это, допустим, вот, поселение круглое. Вот. Хижина там. Хижина. Тут это заборчик. Вот. Посредине может быть там очаг или ещё что-то. Можно деревья какие-то разместить. Ну, просто если мы добавим дополнительные объекты по бокам, они уравновесят и выделят этот главный образ. Какой вы хотите. Ну, можно ещё... Ну, не знаю. Может быть, какая-то река там. Ну, такая уже, немножко пересохшая. Или ещё что-то. Можно даже нарисовать корову, которая за ней следом идёт. Вот, если будет желание. Ну, вот, вот такая. Ну, я бы, в принципе, оставила бы один персонаж, просто вокруг бы нарисовала какие-то растения, дорогу, ну, или если хочется, можно и добавить в эволюцию тоже, в главный эволюции. Ну, вот такой вот, просто хотелось показать, какие композиции являются самыми уравновешивающими, в какие именно композиции мы можем заложить вот эту мысль об объединении и о прекращении рождения. Потому что подобные композиции всегда гармонизируют и всегда задают правильный такой позитивный посыл на объединение и равновешивание.